Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Про биткоин мы говорили уже во вчерашнем видео и в позавчерашнем. Ничего там не поменялось особо, медвежья ловушка в самом разгаре. А вот по альткоинам интересные наблюдения есть по некоторым. Доминация BTC сыпется, идет переписывать low, причем all-time low 2018 года. Это, конечно же, хорошо для альткоинов. Вопрос в другом, что сейчас другие альткоины стреляют. Если мы посмотрим на CoinMarketCap, у нас за сутки Cardano на 9% подорожало. Solana пока, конечно, не отыграла падение. Terra, Cosmos стабильно прет. Tezos очень хорошо попер. И вот, собственно, об этом давайте и поговорим. И про Dash, конечно же, не забудем. Всем Dash Tuzemunner отдельно от меня. Йоу и терпение и выдержки. Что тут сейчас скажешь? Ну, опять же, когда актив падает, это же хорошо, мы можем его накапливать. Поэтому, грубо говоря так, доминация идет вниз, альткоины идут вверх по сравнению с биткоином. Внимание, то есть даже на дампующем рынке к доллару, просто могут альткоины медленнее дампаться к доллару и, соответственно, стрелять к биткоину. Поэтому сегодня что хочется отметить? Cardano находится вот в этом восходящем расширяющемся канальчике. И, конечно же, тут уже было три импульса. Смотрите, вот раз. Ну, точнее, как сказать, раз. Потом коррекция. Два, три, четыре. И сейчас как бы пятая волна. Поэтому фиг знает, продолжится ли она еще сейчас на хайпе или это уже все. Но, грубо говоря, это уже почти приехали. И потом будет что-то вот такое. В любом случае, что-то вот такое будет. Cardano к биткоину. Может быть, это будет после еще одной шпильки вверх. Может быть, сразу. Но я бы в это уже не лез. Вы знаете мою стратегию. Я набираю монеты вот здесь. Если вы хотите так же, то мы сейчас дойдем до тех монет, которые вот здесь. Атом тоже уже как бы прет офигительно. Прет офигительно. Но если у вас нету атома, и вы не брали его вот здесь или хотя бы вот здесь, то я бы не рекомендовал сейчас в это впрыгивать. Атом к доллару. Атом к биткоину, в принципе... Ну, атом к биткоину поинтереснее выглядит. Потому что, смотрите, его когда вбрасывали, он... Биток-то еще стоил меньше десятки. И тут как бы потенциал есть. Но это, грубо говоря, атом к доллару должен в 5 раз вырасти, в сравнении вот с этим. Или в 6, чтобы догнать биткоин. Но тут идет пробитие из долгого-долгого такого накопления. Тут интересная история, в принципе. И кардана тоже, если мы посмотрим к доллару. Ну, нет, кардана к доллару, кстати, почти так же, как кардана к биткоину. Плюс-минус. Ну, правда, к доллару, да, кардана уже переписала дважды all-time high свой. Да, вот этот вот. А кардана к биткоину все еще стремится только туда. Вот. Поэтому, да, что еще из того, что прет, хочется отметить. Очень неплохо прет тезис. У кого есть тезис, всем респектую. У меня тоже есть немного тезиса. Я его плавно разгружаю. А вот здесь чуть выше ведра поставил еще. Ну, в район там 10 долларов и выше. Ну, посмотрите, как круто он отыгрывает падение. То есть, вот, вроде бы уже был high. Да, и потом мы начали падать. То есть, тезис упал с 7 долларов на 2. Нифига себе падение, да? Считайте, вот, с тенью это на 70% падение. Даже больше. На 75. После этого, смотрите, как он бодренько его отыграл. То есть, мы видим по этим монетам, что есть бычая некая тенденция, да? Они все падают до сетки или даже прокалывают сетку. Потом выпрыгивают из-под нее и снова идут наверх. И сетка не успевает развернуться в медвежью сторону. Как вы видите, сетка бычая, желтая линия сверху. Поэтому тезис прекрасно выглядит. Тезис к биткоину вообще интересная история, потому что он только-только вышел из накопления. Вот, те, кто торгуют тезис к биткоину, я думаю, имеет смысл в нем сидеть и не дергаться. Потому что, смотрите, вот здесь сетка развернулась в медвежку, и это все был медвежий тренд. Сейчас сетка еще даже не развернулась в бычую. То есть, возможно, сейчас будет еще сильнее памп. Сетка развернется, потом ретест этой сетки, и полетим дальше. Я почему-то вот склонен к такому. Вот как вот типа здесь, смотрите. Памп, еще более сильный памп, сетка разворачивается. Потом ретест сетки, четко в сетку, и дальше памп. И уже до туда, пока мы не пробили сетку вниз. Сетка M&R на самом деле очень мощная вещь. Спасибо, кстати, Карлу большое за нее, потому что он нам всем ее открыл. Я помню время в году 18, когда только Карл пользовался ею. Вот. Ну, это что касается стреляющих альтов. Также ваша любимая Солана, которая, в принципе, уже, смотрите, как отстрелялась. То есть, по Тезосу мы, может быть, где-то еще здесь, и по Атому. Вот она уже пошла в коррекцию. И вот Солану, как я, собственно, вас и предупреждал, по 200. Мои заявки на шорт не отработали, потому что они вот здесь стояли, чуть выше на всякий случай. Знаю я, блин, как шортить ракеты. Но ничего страшного, как бы, еще успеем, как говорится. Я вообще не люблю шортить и не жалею, когда не взял шорт. Хотя здесь, конечно, был шикарный шорт, очевидный. Но еще раз вам говорю, шортить сложнее, определить вершину рынка гораздо сложнее, чем определить дно. Потому что дно, оно более-менее понятно. Да, вот мы валяемся долго, валяемся, накапливаемся и выходим. А вот вершина, в принципе, может быть, где угодно. И вот там. Поэтому, что тут скажешь? Солану, как минимум, уже не лезь, потому что она уже свои иксы дала, на мой взгляд. Теперь по альтам, которые можно лезть. Дисклеймер нефинансовый совет, конечно же. Который меня просили все давно посмотреть. И который я сам, на самом деле, держу и добираю, скажу вам честно. Stellar. Stellar Bitcoin, он же XLM. Ну, посмотрите. Абсолютно ясное накопление многолетнее. Абсолютно ясный восходящий тренд у поддержки. Вот. Даже здесь вы можете это видеть. И все еще мы на очень-очень привлекательных уровнях. Stellar к биткоину, по сравнению с тем, где он был, просто валяется под дном. Stellar к биткоину, считаю, очень даже разумным. В принципе, как и считал. Ничего не поменялось за эти несколько месяцев, что вы меня смотрите. А кто-то и дольше смотрит. Поэтому знает, что ничего не поменялось. Stellar к биткоину очень привлекательно выглядит. И Stellar к доллару кто торгует. Да тоже, в принципе. Посмотрите на логарифме. Вполне себе такой восходящий тренд с очень резкими экстремумами. И сейчас мы, на самом деле, находимся более-менее у нижней границы, а не у верхней. Как вы можете видеть сами. Поэтому Stellar интересен. Ripple тоже интересен. Stellar, если вы знаете, это, грубо говоря, форк Ripple. Риппл, отколовшаяся комьюнити от Ripple. Скажем так, децентрализованный Ripple, грубо говоря. Ripple то же самое. Смотрите, в канале ходит. Собирается тузамунить. И, кстати говоря, Ripple, знаете, когда тузамунит обычно? Когда про него все забыли. Ripple обычно начинает тузамунить тогда, когда все его похоронили и про него забыли. Сейчас он долго идет в боковике. Все его начинают хоронить. И вполне возможно, что он очень резко полетит. Сейчас просто, видите, манипуль разминается на всяких других монетах, в которых меньше народу застряло. Вы же понимаете, то, что пампят, в нем народ не сидит. Ripple к биткоину интересно. Ripple к доллару тоже вполне себе. Но тут, конечно, уже уровни другие. Тут уже все в аптренде. Понимаете, в чем дело? К доллару все эти монеты уже в аптренде. Вы можете это сами видеть. К доллару все эти альткоины уже находятся в восходящем тренде. А к биткоину все еще нет. И многие даже в падающем. Типа Дэша. Потому что биткоин-то к доллару растет. Правильно? Соответственно, альткоины просто не успевают за ним. И по Ripple все здесь хорошо. Я думаю, что это все станет флетом. И от 10 центов до 3 долларов все, что мы видели, вот это все будет детяжным флетом. Вот такой вот лодочкой, из которой мы вылетим сильно куда-нибудь наверх. Баксов на 10. Я не люблю Ripple. Я не фанат. И там будет, скорее всего, резкий слив потом. Но вот такой сценарий очень, очень вероятен. Особенно, когда в него никто не верит. Шиба, кстати говоря. Я пару видосов назад обмолвился тем, что с каминой с каминой, но график мне нравится. И я беру. И я взял немного. Не помню сколько. Ну, как немного. Шиба этой там, не знаю. Мне кажется, я миллиард, наверное, монет взял. Или там 100 миллионов. Что-то такое. Ну, или 100 миллиардов. Или триллион. Сколько там. Хер поймешь, сколько она стоит. Но суть в другом, что, смотрите, замедляющееся сопротивление в какой-то момент разворачивается. И начинает становиться уже не нисходящим, а восходящим. И это дело разворачивается наверх. Всегда. Это как бы классика гриненого теханализа. Как грибы вырастают из вот такой вот штуки, обязательно стрелочки наверх. Вот. Зи кэш. То же самое. Если вы посмотрите. Просто я даже уже стал редко говорить про альты и стримить, потому что ничего не меняется. Смотрите, мы все еще находимся в накоплении. Вот мы долго-долго валяемся вот здесь. Как мы видели с вами и по тезусу, и по салане, и по всему остальному. После этого мы делаем вот так, и все начинают говорить о монете. Ой, там зи кэш или о дэш. Поэтому слушайте. Чего тут вообще еще смотреть? Все то же самое. Манера немножко по-другому себя ведет. Манера в этом цикле, оно где-то между стреляющими альтами и валяющимися на полу. Но в целом больше, конечно, валяется на полу. Даже эфир классик помощнее импульс дал. Тем не менее, мы знаем с вами, где была манера. И куда, почему бы и нет, она может вернуться. Поэтому у манеры, конечно, очень хороший потенциал. При том, что там монеты майнятся достаточно честным образом, децентрализованно и достаточно ограничено тоже. Поэтому, в принципе, очень тоже интересно смотрится XMR. Но у меня его достаточно мало. Я аккумулирую по стоку-поскоку, потому что, ну, тоже не могу позволить себе купить все монеты сразу, как вы понимаете. Вот. Ну, а, кстати, к разговору о традиционных финансах. Сегодня суббота, но золото, слушайте, золото дипануло. На недельном таймфрейме этого не видно. На недельном таймфрейме просто вам напоминаю, что золото переписало all-time high и откатилось в коррекцию. И когда актив переписывает all-time high и откатывается в коррекцию, не мне вам об этом говорить, но я вот уже вам об этом говорю опять, что это очень-очень, как правило, лучшее место вообще для покупки, если вы еще не купили. Поэтому не финансовый сайт дисклеймер. Золотом вы можете торговать на бирже Femix. Вот, в контракт трейдинге есть золотые контракты. Я тут расставил ведерки на диповые вот эти свечки и докупается. У меня вчера автоматически еще одно ведро отработало. Понемножечку докупаю золото, седьмое плечо, ликвидация 1500, ну, обеспечение в тезере. Если что, докину, докуплю. Ну, вот мы видим, что золото вот сюда и диповало, куда я ставил ведра. На Femix очень удобно, вы можете перетаскивать ордера прямо на экране вот так, drag and drop'em. Ну, также всякой крипто здесь можно, конечно же, торговать офигительно, абсолютно. Куча альткоинов, хеджироваться с аб-аккаунтами, брекет-ордерами. Короче говоря, классная биржа. Ссылка на нее, естественно, в описании. И можете посмотреть обзор, который сейчас у вас появится вот там, наверное, если я не забуду. Да, и по биткоину здесь такая же ситуация, кстати говоря. Вот у меня здесь набран лонг, древнейший лонг по 31.700, ликвидация 19. И, в общем, ПНЛ вот такой вот приятный. Разгружается сама позиция. Вот видите, у меня ведра на разгрузку по битку стоят, чтобы, ну, сбрасывать плечо, скажем так. И вот такой вот у меня план игры по битку. То есть мы сходили на ретест сопротивления и должны в какой-то момент развернуться и полететь выше. Ну, довольно о битке. Мы о нем уже говорили. И о золоте тоже довольно. Давайте все-таки еще какие-нибудь альткоины глянем. Вичейн. Вичейн. Многие хайпуют на тему Вичейна. У меня нет Вичейна. Я его даже не смотрел особо никогда. Но давайте глянем. Вичейн к биткоину. Что я могу сказать? Уже, на самом деле, достаточно высоко. Вот что я вижу. Уже W сходило, вернулось сюда. Как бы может это пойти еще выше? Может. Но может и ниже. Поэтому здесь уже 50-50 такое, что проще в казино пойти поиграть. Дисклеймер, не финансовый совет. Вичейн к доллару тоже уже, посмотрите, дал свои иксы. Поэтому мой вам не финансовый совет. Это если у вас иксы на Вичейне, то постепенно фиксятся. Я бы так делал. Даже если это уйдет наверх. Лучше докупать те монеты, которые вот здесь. А если у вас нет иксов на Вичейне и нету Вичейна, то лучше его даже сейчас не брать. Просто как мне вот, как мне видится. Трон. Вот трон, другое дело. Ребята, трон к биткоину пробивает многолетнее сопротивление. Смотрите, вот он его уже пробил. На недельном таймфрейме сетка MA Ribbon разворачивается в бычью сторону. Уже второй раз вот здесь вот разворачивается. Первый раз вот здесь зафейлило. И сейчас реально разворачивается. Здесь у нее тоже не получилось развернуться. Так что смотрим внимательно за троном. Если, если, а точнее не если, а когда он закрепится выше и сетка тоже развернется, то тут потенциал просто уруруруру, ребята. Просто баснословный потенциал. Ну и трон к доллару, соответственно, то же самое. Там сетка уже развернулась, как и по многим мальткоинам. И мы прямо наверх. То есть тренд очевидно восходящий. Я не знаю, все хейтеры, кто пишут вам, что это медвежий рынок, вот этот медвежий рынок, их просто вздрючит, на мой взгляд. Так что осторожней там с шортами. Вот. Рэйвен. Рэйвен Коин. Тоже. Мы с вами набирали его вот здесь, кто смотрит меня. И к биткоину мы его торговали. Набирали его вот здесь. И он, в принципе, уже дал хорошо здесь 10 иксов. Многие вышли. И сейчас вопрос, что с ним происходит. Но смотрите, что с ним происходит. Он консолидируется. Рисует некий треугольничек. И, конечно же, из него будет скоро пробой. По логике вещей, если рынок бычий и все растет, то пробой будет наверх. И будут еще иксы. Но в действительности есть один способ узнать. Это подождать, посмотреть. Вот. У нас сетка и мой римон опять же уже тут разворачивается, разворачивается к биткоину в бычью сторону. Но вот пока сражается. Посмотрим, чем это закончится. Рэйвен к доллару при этом уже неплохо отстрелялся. И, возможно, что идет в какую-то затяжную консолидацию. Не знаю, как это сейчас с рэйвеном. Очень двоякая история. Риф кто-то просил посмотреть. Риф. Давайте глянем риф. Ну, кстати, риф что-то мне вообще не нравится. Но, с другой стороны, все похоже на затяжное накопление. Риф финанс, да, это что-то какая-то хайповая история. Мало еще очень историй на недельном таймфрейме. И что тут скажешь. Ну, на дневке, да, вот вроде есть какие-то попытки развернуть в бычью сторону. Но вот, как вы можете видеть, сетка сейчас вот-вот загнется в медвежью сторону снова. И многие альткоины, конечно, надо не забывать об этом. Все-таки дампят достаточно сильно. Как только все начинает падать, дампят достаточно сильно. Антология. То же самое. Выглядит очень слабо. Но мы-то с вами знаем. Мы-то с вами знаем. Что такое накопление? Накопление – это когда актив валяется вот здесь. Дальше что происходит? Вот мы видели импульс разминочный. Дальше в какой-то момент будет импульс уже не разминочный. Не знаю, докуда. До сюда, до сюда или до сюда. Но ваше дело технике останется только выйти частично здесь, здесь и здесь. И все, и вам будет пофигу, докуда этот импульс, как и по любой другой монете. Поэтому антологи ходлером терпение, респект, все будет хорошо. Ом. Ом USD. 20 центов за монету ходил уже почти на доллар. Я жду Ом выше доллара. Мне нравится проект. Я стейкаю Ом. Сколько-то тысяч монет. Мне все нравится. 30% годовых прямо у них на сайте. И проект прикольный на самом деле. Ом, в чем вы и нет. Я думаю, он может улететь. Битдау, кстати, еще. Битдау залистили на Poloniex уже и залистили на Bybit, нашу любимую биржу. Но там пока им нельзя торговать. А на Poloniex пока идет флэт. Но Битдау, я вам много раз говорил, это инвестиция. Это все станет вот так вот. И в какой-то момент это станет все вот так вот. Это будет вполне возможно как в BNB, ребят. Потому что Битдау это не официальный биржевой токен Bybit. Вы вдумайтесь вообще. Эта штука улетит очень высоко. Дисклеймер, не финансовый совет. Лайткоин. Сегодня мы много альтов посмотрим, ребят. Навалите лайков, если вы это цените. Напишите в комментариях, что вы думаете. Я думаю, что кому-то это может быть полезно. Я стараюсь. Поэтому поддержите канал. Поделитесь этим видео, если считаете, что в нем есть смысл. Лайткоин, как я уже и говорил, много-много-много-много раз находится в очень длительном медвежьем тренде к биткоину. А мы все с вами знаем, чем заканчиваются медвежьи тренды. Медвежьи тренды заканчиваются сменой тренда. И становятся бычьими. И глупо с этим спорить. Потому что те, кто перманентные медведи, кто говорят, что это навсегда, потом их просто опа. И очень-очень жестко выдрючивают. Поэтому по лайткоину жду вот такую ракету. Думаю, что она будет уже очень скоро. Лайткоин валяется уже ниже принтуса очень давно. Но при том, что к доллару он перед этим переписывает хай. То есть, ну вот, не так давно он переписал хай. Поэтому тут все очень хорошо. И весь этот врос, который был там с тем, что лайткоин принимают Амазон. Вот это все фейк-ньюс. Это же специально все делается. Это прокачка ликвидности. Вот это резкая шпилька вверх, резкий слив вниз. Мы видим, что в долгосрочной картине этого вообще нет. Это все просто ничто. Это как вот здесь вот было. Препамп такой. Поэтому по лайткоину очень бычье ожидание. Держу лайткоин, накапливаю лайткоин, беру больше лайткоина. Не верьте никаким этим новостям и всем этим вбросам. Это все фуфло, которое делают, чтобы вас вытряхнуть из рынка. Chainlink. Chainlink очень хорошо прет наверх. Давно тоже про него не говорят особо. Забыли. У него была сильная коррекция. Возможно, что он сейчас попрет дальше наверх. Но про Chainlink хочу предостеречь всех. Потому что в 2019 году, я это говорил много раз, но может быть вы не знали. Как Chainlink, так и BNB. В 2019 году, когда был медвежий рынок крипты. То есть биток эфир падали. Chainlink и BNB рос. И Chainlink и BNB выросли очень-очень сильно. За медвежий рынок битка и эфира они выросли на тысячи процентов. На тысячи. На тысячи процентов. Поэтому просто хочу вас предостеречь. Ничего не помешает сейчас. Ничего на самом деле не помешает сейчас и Chainlink, и BNB уйти в медвежий рынок на фоне бычьего рынка битка, скажем, эфира. Или там Dash, Litecoin. Потому что, смотрите, ну определенно вот есть пик и есть сильно понижающийся пик. Это больше похоже на начало медвежьего рынка, чем то, что мы сейчас видим по Total, допустим. У нас по всей крипте сейчас с вами пик приближается к предыдущему пику и идет его переписывать. По многим альтам уже переписал. А по Chainlink этого нет. И не знаю, не хочу быть медведем по Chainlinkу, но похоже на то, что мы идем вниз. Луна. Луна, ребята, у меня нет луны, я не торгую луну. Поздравляю всех, кто аккумулировал луну на пресейле или вот тут, или вот тут даже. Название отработало. Все прекрасно, но лезть в это абсолютно точно не стоит в лонг. Если кто-то хочет шортить, ну пробуйте со стопиками, там, не знаю, или выше ведра на шорт. Но очень аккуратно, потому что такой растущий тренд. Ну лонг тут точно уже как бы заканчивается, скажем так. Слушайте, монет просто миллион. Я знаю, что вы хотите, чтобы я их все смотрел. Filecoin просили посмотреть. Filecoin, конечно, ну вот это что такое на бинансе было? Filecoin к биткоину? Это была шутка или что? Это, наверное, неправильно отображается график. Да, или что? Ну Filecoin, слушайте, я бы вообще не трогал. Я помню это ICO еще много лет назад. Есть, конечно, вот восходящий тренд. Это все, но мне кажется, это хайп. Вообще все, к чему пытаются прикрутить блокчейн, кроме денег, ну разве что может быть умное голосование. Это и то никто им не даст, если как вы понимаете. Это все хайп. Сейчас просто добавь слово блокчейн в любой свой бизнес-проект. И сразу же у тебя просто конверсия. Поэтому, ну не знаю, реально блокчейн в итоге нужен для битка, для смарт-контрактов, для эфира. А это все хэзэ, короче. Кстати, про эфир. Эфириум. Вот тут интересная история с эфириумом, потому что в целом-то он, конечно же, очень побычи смотрится и прет наверх. Но у него тоже, я вам хочу сказать, вот эта двойная вершина немного пугающе выглядит, потому что мы не переписали хай. При этом эфир к биткоину конкретно прет наверх. Эфир, короче, я вам так скажу, он может очень сильно всех удивить. И улететь сейчас просто еще на несколько иксов наверх вообще легко. Легко, потому что это эфир. Мы знаем, он так делал уже, да? Он делал так и здесь, и здесь. Почему бы ему не сделать так еще раз? Ну, ключевое слово может, ребята. И уж если говорить об эфире, то в чем его ценность? Момент спорный, потому что эфир постоянно перепиливает код. Сейчас они сделали это массовое сжигание, искусственное, да, шок-предложение. Майнеры все ругаются, переходят на Proof of Stake. А вот эфир классик, ребята, это тот самый эфир, который был, собственно, первозданный эфир. Я надеюсь, вы это знаете. Все напишите в комментариях, вы это знали или не знали. Потому что новички наверняка не знают. Эфир классик к эфиру график, мы видим, что он находится в очень долгом нисходящем тренде. И вот-вот вроде бы сейчас он его прям пробивает. Посмотрите, если мы даже эту линию немного передвинем, то мы видим, что мы уже его пробиваем, этот нисходящий тренд. И вполне возможно, в какой-то момент очень сильно полетим. Потому что ценность эфира, на самом деле, вот в этом. Ценность эфира, на самом деле, хранит эфир классик в себе. Это тот первый, первозданный, неизменный, настоящий эфир, который не дали хардфоркнуть. Поэтому всем эфир классик ходлерам, йоу, респект. И, конечно, он дал уже очень хорошие иксы вот здесь. Те, кто набирал с нами его внизу, он дал где-то 20 иксов. И многие вышли, спекулянты вышли, сказали, е-е-е, все, срубили бабла, ништяк. Но, ребят, он может еще сходить чуть ниже, да. Но, в целом, не мне вам, опять же, говорить, что это тренд растущий. Вот. Ладно, давайте глянем Dash. Но перед этим глянем Dodge, потому что Dodge, как я вам и говорил, Dodge находится в очень-очень перекупленных значениях. Все еще. Если вы думаете, что он упал с 80 центов на 20, и вы, типа, такие закупились и дальше на Луну, просто вспомните, где он был. Dodge стоил примерно как шиба. Ноль, 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 ноль. Вот. Вот сколько он стоил. Меньше центов. Поэтому, ребят, дисклеймер, не финансовый совет, но Dodge Coin на самом деле шорт. И Dodge к биткоину это еще лучше показывает. Посмотрите, Dodge к биткоину, я много раз говорил, но повторю для, опять же, новичков. Dodge к биткоину был перекуплен и даже вот здесь, когда стоил 100 сатоши. Потому что вот он, его коридор цены обычный. Он тут тоже очень сильно пампился, если вы не в курсе. Вот это все были очень сильные пампы-дампы. Очень сильные были пампы-дампы от 15 до 100 сатоши. И после этого Dodge Coin улетел на 1000 с чем-то сатоши. Поэтому это очень перекуплено, как и вот это. Поэтому я думаю, что это туда. Дисклеймер, не финансовый совет. Думайте сами, что с этим делать. Ну, а по дэшу ситуация абсолютно противоположная. Потому что, смотрите, мы знаем, где он был. Да, в сравнении с тем же лайткоином. Дэш еще от All Time High очень далеко к доллару. При этом монета нормальная, не скамовая. Массовое принятие вовсю идет. Интернет-магазины, кафешки, онлайн-сторы, авиабилеты, хостинг. Все вы можете оплачивать. Вы можете оплачивать Dash через FastPass. Очень быстро, комиссия минимальная. Шикарно все работает. Поставьте себе просто кошелек MyDash Wallet и своим друзьям, кого хотите в крипту втянуть, поставьте кошелек MyDash Wallet и скиньте им хотя бы немного Dash. К доллару мы видим, что сетка MyRibbon бычая уже с начала года и мы растем. Да, мы откатываемся, периодически под нее проваливаемся, но потом вырастаем еще выше. Поэтому до тех пор, пока сетка бычая, я считаю, имеет смысл покупать все, что валяется на сетке и тем более все, что падает под сетку. Потому что когда сетка становится медвежьей, имеет смысл наоборот продавать все, что на сетке и играть вниз отскок. Но сейчас сетка бычая, ребята, как вот здесь вот случилось, и мы полетели наверх. Поэтому сейчас очень велика вероятность того, что Dash сильно-сильно полетит наверх. А мы знаем, что он очень резко летит и сквизит всех. И кто не успевает запрыгнуть, те-то, собственно, и есть шортисты. Все говорят мне, Грини, да на каких шортистах мы полетим? Шортистов нету на биржах, все в лонге. Да, ребят, но вы забываете то, что шортист – это тот, кто не в крипте, тот, кто в долларе. А таких 99% все еще людей. Они все шортисты, и на них-то мы и полетим. Dash к BTC просто идеальное накопление, я вижу. Просто он еще даже ни одного импульса не дал, понимаете? Cardano дал три импульса вот такие уже. Там, Ether Classic дал один импульс. А Dash к BTC еще даже импульса ни одного не дал. То есть тут как минимум вот раз, и уже потом, понимаете. Как собственный Dash к эфиру? Еще даже лучше выглядит график. Просто ультра-перепроданность. То есть имеет смысл часть эфира разменять на Dash. Это имело смысл даже здесь, понимаете? Те, кто ржут и устибутся. Даже здесь это имело смысл. Вы это увидите, когда он сделает вот так. А здесь имеет смысл досредниться уже конкретно. Но, ребята, еще раз повторяю. Это все не финансовый совет, дисклеймер. Вы думаете с этим сами что делать. Компаунд вон тоже прет наверх. Total прет наверх. В общем, все прет на самом деле наверх. Но вот такими вот горками. Поэтому будьте осторожны. Будьте на чеку. Alt-Saison Index показывает нам, что мы приближаемся к территории Alt-Saison. Alt-Saison стреляют сильнее. Вот здесь мы видим те Alt-Saison за 90 дней, которые обогнали биткоин. Их очень много. Но некоторая часть все еще не обогнали биткоин за эти 3 месяца. Вот они. И вообще очень классный сервис Alt-Saison Index. В описании нашего видео можете найти его и пользоваться. Индекс Alt-Saison. Вот он показывает, что еще не Alt-Mесяц. Несмотря на то, что вот тут Atom стреляет, FTM, BCA, Solana. Но в целом многие Alt-ы в просадке. Но за год, конечно, мы видим очень хорошие перспективы. Несмотря на то, что он показывает, что это не Alt-Saison год. Единственная Alt-просадка BSV. Это с Камина, которая даже уже только на Полониксе. Еще где-то торгуется на BitFenix, по-моему. Держу по ней Long, жду отскок и выхожу нахрен. Луна. Да, мы видим, что Луна и Доги покупать точно не надо, исходя из этой метрики. Как, в принципе, и Матик, и Solana. А вот эти все Alt-ы, которые вот здесь валяются. Light, Dash, XMR. Линк, судя по этой метрике. Но, опять же, про линк я сказал в свое наблюдение. Вполне себе могут быть... Все, ребят, что-то долгое уже видео. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Торгуйте аккуратно, с холодной головой, диверсифицируйте портфель. А с вами был Грин и всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok